так мы переходим теперь на вечернюю съемку вот такой вот у нас вечерний шанхай все теперь лампочка в огне я бы себе супер просто потрясающий город теперь мы снимаем на стабилизатор потому что и просмотров она снимает прошу днем а вечером он просто блокирует стабилизацию и картинки лучше полностью опускайте до 80 800 iso 60 кадров в секунду и дать камере возможность выбрать лучшую картинку без стабилизации потому что стабилизация будет очень сильно давать всякие шейки красивые моменты которые портят качеством видео просто потрясающе картинка очень похожа на гунтло сейчас пройдемся по той же улице посмотрим на ее вечерний образ с подсветками со всеми со всеми элементами декора которые предусмотрен для центральной самой комбарной прогулочной улицы шанхая а завтра я думаю пройдемся уже той части даунтауна посмотрим как живет вечерний город на той стране а а а а а а а и а вот Что это они так придумали, давайте посмотрим. Литающие бабочки, а это как будто труда-голография. Круто. Сейчас надо только ориентироваться, где это центральная улица. Надо еще чуть дальше пойти, потому что помните, там с одной стороны, когда мы выходили на набережную, там не всем разрешали проходить сквозь основной центральный вход, то есть только на выход ограждения. Сейчас, конечно, это все просто засветилось яркими огнями. Посмотрите, очень даже похоже на Москву, да? То есть такой же принцип подсветки, да так же, как и в Европе. Вот эти вот дома, здания, это такая архитектура достаточно европейская. Они даже быка взяли с Нью-Йорк, с Нью-Йорк Times Square, там где находится биржа, биржа, биржа. Стагмаркет. Стагмаркет США. Бык всегда обозначал на стагмаркете людей, которые покупают и играют на повышенных ставках, а медведи это те, кто на понижение зарабатывают для тех, кто не знал. Это достаточно известный факт. Я решил вас еще раз сводить в Даунтауну, потому что сейчас полностью опустился свет, наступила ночь. Смотрите на это количество людей, здесь реально миллион человек. Это реально конкретные. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот, в этом туда. очень красиво вечером все так горит сейчас мы идем в самый-самый центр этой прогулочной зоны где происходит еще какой-то движ интересный здесь-то все понятно здесь по-самому акцент идет на шопинг но что происходит там с другой стороны самое прикольное что поскольку в китае нет ютуба и большинство китайцев входит в маски никто никогда ничем не предъявит то что я снимаю китайцы а что сами на масках ходят и тут не смотрят и никому нет никакого дела ну смотрите вот готовят еду раздают людям а сесть негде вот огромное отличие Шанхая от Москвы в Москве столько метров можно сесть столько метров можно поесть поэтому я думаю китайцы видят Россию за то что все очень максимально комфортно сделано с душой и сердцем а здесь как будто работа на массу полицейские здесь как диджеи стоят ему осталось только еще винил поставить на двойной зарплате вот это уже очень ярко и красиво если бы я понимал что там написано хотя могли бы дублировать на английском еще какие то вещи некоторые вот дублируют что это лотерея да лотерея китайцы очень азартные люди поэтому они любят играть во всем особенно в казино поэтому они отстроили дубликат Макао дубликат Лас Вегаса причем там есть отели которые намного даже круче выглядят чем в самом Вегасе и это большая заслуга на самом деле некоторых таких местах по-моему даже есть очень крутой гладжио фонтаны такие есть в Дубае около Дубаймол они на самом деле в два раза больше чем в самом в Лас Вегасе когда там был они меня очень впечатлили вроде как просто рабы купили идею технологию сделали в два раза круче и никто не остался обиженным все довольны одежда какая-то модная серия на самом деле вот когда даже я был в Японии я вот сейчас смотрю на всю ситуацию здесь очень миксуются очень миксуются сами вот эти вот небоскребы как все горит берцает самое интересное что в Японии еще добавьте сюда аниме просто во все щели во все углы и все и вот вам в Японии они вообще там помешаны на аниме очень сильно так как это мировая столица аниме там очень много всего можно посмотреть обязательно смотрите наш выпуск про Японию там очень классно а вот у них еще есть такая тема они любят свои имена писать вот на таких бисерах они любят собирать всякие кулончики браслеты очень прикольно ну вот видите продать она мне ничего не может потому что язык не выучила и этот чувак тоже он только хаваю мне сказал и все больше ничего не может объяснить так так проходим место откуда мы начинали я так понимаю что мы приближаемся к тому торговому центру где метро вот но я думаю я вкратце еще как только у меня пленка закончится здесь в гопрохе я буду снимать еще немного на телефон и добавлю в это видео чтобы вы хотя бы понимали насколько эта улица длинная и насколько она крутая я не могу поверить что ровно в десять здесь не будет народных очень много говорили наших иммигрантов людей которые посещали Шанхай сказали после десяти здесь просто мертвецкий тишина никто не гуляет кто-то там по клубам еще шарится но они в основном после десяти уже не тусуются я думаю что из-за того что многие магазины многие заведения все закрывается никому нет никакого дела хотите вы ночь или нет может просто отдельные какие-то районы уже работают на полную катушку я помню мы за ру проходили мы уже приближаемся вот по самому центру этой улицы потрясающе всем советую посетить Шанхай в обязательном порядке пока начали раздавать визы пока здесь хотя бы мир и порядок а напишите в комментарии как вообще дают визы сейчас с россиянам и дают ли вообще насколько что для этого нужно давайте разберемся в этом вопросе я также может быть отдельно запишу некоторые подсказки по поводу того как лучше и быстрее сделать телевизу но не забудьте что если вы гражданин европы сша и еще некоторых стран союзников китая сша я бы не сказал что прям союзник такой сейчас уже под таким большим вопросом то вы можете просто без визы сюда приехать на 24 часа на 72 часа и на 144 часа не знаю от чего это зависит но там уже больше больше надо показать документов так ребята ну все уже поздняк мы уже идем уже на красный вы крете везде роликсы кстати вот самое интересное что я бы не покупал в китае роликсы они делают такие качественные подделки что ты их знает что то может прийти в голову хозяину это что же как бы франшиза не знаю были ли случаи когда в официальных роликсах продавали подделки но я думаю они единичные были больше не хозяева они франшизы не открывали в том месте где когда-либо в оригинальном ролике продали фейковые часы а вы слышали вообще о таких каких-то моментах что вообще где могут фейкового продать в официальных магазинах какая-то машинка для фотографий так здесь мы уже были днем но что чисто китайская история по ценнику все равно не пишут я же хочу допустим купить нужно понимать сколько это стоит наверное китайский написали только вот так вот просто на клумбе сидят никакой организации по общепиту поэтому я думаю уже внутри плаза сейчас зайдем покушим и да сегодня мы провели большой путь Дневная прогулка по этой улице, потом вечерняя прогулка по даунтауну, потом вернулись, в общем весело сегодня было. Ну а стопутно красный бут, и пойдем тоже аккуратно, никому не мешаю. И тут тоже еды сколько продается. Шимона Плаза. Вот где самые топовые бренды продаются тоже в одном месте. Не кажется ли вам однообразная, скажем так, более такая однообразная, показательная подача красивых элементов декора ночного на таких площадях в Шанхае, как вот это. То есть, что для этого нужно? Бренды, красивые вывески яркие и широкая площадь, по которой можно пройтись на набережную, на которой откроется весь донтауну. Я думаю, что с точки зрения обзорности и возможности так широко погулять в Шанхае лучше, чем в Гонконге. В Гонконге тоже очень красивая набережная, очень широкая улица, где можно погулять, но там нету такой вот подачи, как здесь. Спасибо. Продолжение следует...